Привет! Меня зовут Лёша, и я вам сейчас продолжу рассказывать про 2.5.1. В прошлый раз я рассказал про 2.5.1, про оборот гармонический в мажоре, теперь расскажу про него в миноре. Ну, на самом деле, в миноре про него рассказывать гораздо проще уже будет, потому что если вы поняли, что это в мажоре, то в миноре вам будет, ну как, по аналогии проще действовать. Однако, есть некие подводные камни. Значит, будем рассматривать это на примере до минора, чтобы это была одноименная тональность с мажорным примером. Вот, значит, я нахожусь в тональности до минора. Что такое двойка в до миноре? А, ну сначала давайте сыграем сам оригинальный оборот 1.4.5. В до миноре на первой ступени лежит аккорд до минор. Это тоник. Субдоминанта в до миноре на четвертой ступени – это аккорд фа минор. А доминант на пятой ступени – это аккорд соль 7. Который, вот, он разрешился опять в до минор. И сыграв это, я получаю классический оборот. Тоника, субдоминанта, доминанта, тоника. Огромное количество песен написано на эти аккорды. И используют эти гармонические ходы. Теперь, что происходит часто в джазовой музыке? Мы играем вместо фа, мы играем аккорд вот такой. Теперь давайте подумаем, что это такое, откуда это взялось. Фа минор. Если я сыграю его от пятой струны, вот так, то этот аккорд называется фа минор по форме до. Ну, вы, я надеюсь, уже знаете, что это такое, умеете все это строить. Я уже неоднократно рассказывал, что полууменьшенный аккорд – это минорный аккорд, у которого шестерка в басу. И вот, смотрите, фа минор. И вот я спущусь сейчас мизинцем, ну, постараюсь мизинцем, до шестой ступени. Вот у него первая в басу, высокая седьмая в басу, низкая седьмая в басу, и вот она шестерка. Получается, что в до миноре и вообще в любом минорном ладу на второй ступени лежит полууменьшенный аккорд, который, в принципе, это просто минорный аккорд с шестерки в басу. Значит, в минорном ладу на второй ступени лежит субдоминанта минорная, которую также называют полууменьшенным аккордом. Ну, вот это немного как путаная штука, но вам в ней нужно разобраться. То есть этот полууменьшенный – это просто фа минор с басом на шестерке. Получается, что я могу сыграть вместо тоника до, субдоминанта фа, доминанта соль, тоника до. Я могу сыграть такую штуку. Я могу сыграть тонику до, субдоминанта рэ полууменьшенный, доминанта соль и тоника до. Теперь джазовый оборот. Он обычно строится как 2, 5, 1. Мы движемся к тонике через двойку. Соответственно, мы играем 2, 5, 1. Двойка. Пятерка. Единица. Пятерка, да, пятерка, доминанта я сейчас сыграл с надстройками, но просто это очень уж частый ход, поэтому не могу его не произнести. С ним звучит очень красиво. И просто сравните сейчас два этих оборота. Я сейчас сыграю сначала обыкновенный оборот, 1, 4, 5, прям в лоб. А потом я сыграю 1, 2, 5. И сыграю это чуть более симпатичными аккордами, вот этими джазовыми, скажем так. И почувствуете разницу. Это одно и то же. Просто второй стремится быть чуть более интеллигентным. Ну, мне нравится такое объяснение. Либо Вот, то есть запомните, что 2, 5, 1 это 1, 4, 5. 4, 5, 1. Вот так. То есть четверка это всегда просто замена двойки. И что в мажоре, что в миноре. Просто в миноре это еще и другой аккорд. Вот. Надеюсь, вам этих примеров будет достаточно, чтобы разобраться с этими оборотами. Их нужно уметь видеть в гармонии. То есть когда вы сталкиваетесь с каким-либо листом, на котором написаны аккорды, допустим, джазовому произведению, оно всегда пестрит прям этими 2, 5, 1. И первое, что вы должны помнить, что 2, 5, 1 это всегда разбитие пятерки просто на два аккорда. То есть по сути это просто... Но мы сыграли это чуть более интересно. Мы добавили субдоминанту. И так типа расширили движение гармонии. Вот, собственно, смысл того, что я сейчас говорю, еще в том, что создаются некое движение. А гармония это всегда движение аккордов. Очень важно понимать, что все это делается просто ради движения, чтобы это слушать было интересно. Потому что что-то куда-то движется, и мелодия куда-то движется. И вот происходит взаимодействие, и как бы и магия музыки. И просто так аккорды как бы никто не играет. Их играют для того, чтобы какое-то движение происходило. И вот эти два ворота, они очень простые, они очень часто встречаются, и вам, конечно, необходимо уметь их играть. Поэтому обратите на них внимание, и наиграйте их в разных местах на грифе, и хотя бы просто научитесь их находить глазами и слышать их ушами. Спасибо вам большое за внимание.